Девушки отдыхают Ох! Пока молодой, повторяй вместе с нами Даёшь молодёжь настроение в порядке Даёшь молодёжь от Москвы до Камчатки Даёшь молодёжь отдыхаем красиво Даёшь молодёжь на экранах России Даёшь молодёжь Возьмите, пожалуйста Возьмите, пожалуйста Возьмите Значит так бездарности Мне сбрело в голову, что теперь Вы должны понимать всё, что я от вас хочу Без слов В языке танца Так, Инга Попробуй понять Вообще-то я хотел сказать Чтобы ты попросила Скарлет Чтобы она принесла мне воды Но вот такая интерпретация мне тоже нравится Так А ну давайте, шуруйте все отсюда Мне пол быть надо Еще Мы не понимаем слов Мы понимаем только язык танца Пусть ваше тело всё скажет за вас И раз, два, три Божественно Перфекто Вот это пластика Вот это точность Что вы стали бездарности И восхищаетесь богиней танца Матлана, почему они такие придурки? О, Матлана, почему мы такие придурки? Даёшь молодёжь! Плесень, а давай ты меня тоже в песке закопаешь? Там, наверное, попрохладнее. Ну, давай. Ну как, червь, хорошо тебе? Прохладно. Рома, не шури, а то уволю. Виктор Георгиевич, а можно я пойду домой? Меня что-то знобит. Я, наверное, простудилась. Снимаю, да? Я считаю, что человек не должен работать со всем коллективом, если он болен. Вот Гитлер. Знаете, почему он застрелился? Потому что он болел гриппом и боялся всех заразить. Но было уже поздно. Все фашисты давно заболели и поэтому умерли. Вот так из-за одного человека погибло столько ни в чём не повинных фашистов. Так что я считаю, что Сапегина должна сначала выздороветь, а потом уже поработать со всем коллективом. Сапегина, ты сделала отчёт? Да. Давай сюда. Вот, возьми. Так, прокипятите это. Спасибо, сейчас рассмотрю в отчёты завтра. Лиза, ты с ума сошла? Я же сказал, никому к Сапегиной не заходить, она заразная. С ума сошли, точно. Так, это тоже прокипятите. И никого к этой подсыльной не пускайте. Может быть, у неё проказа. Да. Почему я её не отпустил? Потому что я считаю, что человек в любом состоянии должен работать. Ведь, как говорится, волка ноги кормит. Вот если у неё заболят ноги, тогда я её отпущу. Хотя нет, не отпущу. Она же не волк. Это я волк. Так что я могу отпустить только себя. А теперь покажи мне своё истинное лицо. Ржавый, сяки, вон банкомат. Ржавый. Ты чё ты мухрю там кукурузу охраняешь? Давай, иди сюда. Да блин, башки, я чё-то температурю, блин, на туре. Прикинь, мне, матушка, первый раз, короче, разрешил со своей карточки бабло снять. Я откуда знаю, чё делать с этой киберхренной техникой, ё-моё. Ржавый, да всё просто. Давай, вставляй карточку. Давай, доставай. Сейчас. Я чё, ржавый, у тебя козырный кошелёк в натуре. Стильный, а главное, надёжный. Хранить деньги в козявках никто не в жизни догадается. Ладно, башка, хора, чё ты базаришь-то? Видишь, я жим-жимничаю. Ладно, чё, ты вот сюда вставляй. Куда? Сюда. Ага. Ё-моё, ты чё, а? Ты чё творишь, ты чё? Ты каждую матушку отдай, ты чё? Ты чё? Блин, отдай. Ты чё, ё-моё? Всё. Ты чё, блин? Меня же матушка убьёт. Ржавый, короче, чё? Э, э, тихо, тихо. Всё, ржавый. Блин, ты меня... Успокойся ты, так надо. Ты чё гонишь-то? Так надо, я тебе говорю, смотри. Вводи пин-код, давай. О? Пин-код вводи. Тебе матушка пин-код сказала? Да сказала, сказала, бля. Ну, Ржавый, ты чё забыл пин-код? Ржавый, там всего четыре цифры, ты чё? Блин, я в натуре как будто хакер сейчас, как будто Пентагон, короче, взламываю, блин. Ну... Ё-моё, Башка, я не знаю, блин. Извини, братан, но тут нужна вынужденная перезагрузка. Блин, Башка, ты чё, офигел, что ли, блин? Башка, спасибо, ё-моё, я вспомнил. Код один, 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 ё-моё. Выходи быстрее, ё-моё, видишь тут. Один, 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 один. Ржавый, ну только ты мог забыть такой сложный пин-код. Давай, вводи сумму, которую надо снять. Ну, сотку, ё-моё. Не матушка просто только сотку разрешила? О! Смотри, какая новенькая, ё-моё. Сколько? Сотку? Ржавый, у меня для тебя новость. Ты дебил, понял? Ещё меня в свою веру обращаешь. Мы с тобой потратили по тридцатке на маршрутку, чтобы сюда доехать и, походу, столько же обратно. Мы прям стопудовые дебилы с тобой, ржавые, потратить 120 рублей, чтобы снять сотку. Капец. Да, Башка, чё ты начинаешь, Твёрмон? Да успокойся ты, блин. Э, Башка! Ты, Башка, подожди, как её достать-то, э? Бать... Готуха, отдай, ты чего? Э, э, отдай! Э, отдай в натуре! Блин, походу, его надо на район тащить, пусть матушка сама разбирается. Давай, отдай! Здрасте! А у вас легальный тату-салон? Конечно. А лицензия у вас есть? Конечно. А посмотреть можно? Ого! Вот свидетельство. Книгу жалоб и предложений показывают? А, не, я верю, верю. Эдгар, наконец-то ты вернулся. Ну, рассказывай, как поохотился. Хорошо. А ещё я принёс тебе подарок из леса. Браслеты шишек? Оля, как ты догадалась? Эдгар, он идеально подойдёт к моему ожерелью из шишек, к моим серёжкам и к юбке, которую ты мне вчера подарил. Спасибо тебе большое. Я рад, что тебе понравилось. Оля, от тебя пахнет этой псиной, Русланом. Ты же знаешь, я против того, чтобы ты с ним общалась. Эдгар, он приходил поговорить со мной. И, в общем, я даже не знаю, как тебе сказать, он пригласил меня на выпускной бал. Что? Да как он посмел? Ты же моя девушка. Он нарушил соглашение, которое мы 150 лет назад заключили с его прадедами. Пункт первый. Оборотни и вампиры обязаны хранить легенду взаимного существования и чтить традиции друг друга. Пункт второй. Оборотни и вампиры не должны отбивать друг у друга симпатичных тёлочек. Согласен. И третий пункт. Вампиры должны присмыкаться перед оборотнями. Нет! Ладно, ладно. Ну, надо же было попробовать. Если по первым двум пунктам никаких претензий нет, пожмём друг другу руки. По рукам. Я никогда не слышала об этом соглашении. Оля, если ты пойдёшь с ним на бал, я не знаю, что я с собой сделаю. Ты съест жука? Возможно. Эдгар, я обещаю тебе, я не пойду с ним на бал. Спасибо, Оля. Здорово, брата. Здорово, Томик. Томик, брат! Чё случилось? Чё с рукой, а? Я, прикинь, вчера после тренировки домой иду, и впереди три типа каких-то идут. Я им говорю, о-о-о-о, уважаемые! А ничего, что вы ко мне сперёй идёте! Слушай, это вообще не уважение! Я тебе отвечаю. И я, короче, одному типа руки заломал, второму ноги заломал, а на третьего у меня фантазии не хватило. И я пока думал, думал. И вот только я придумал, смотрю, у меня рука поломана. О-о-о! Ну как рука? Палец? Ну я же не баба, чтобы из одного пальца в больницу бежать. И я себе всю руку доломал, да? Слушай, Томик, вот это мужественно! Только она у меня очень болит. Томик, подожди, у тебя что, вот эта рука сломана? Ну да. А нафига ты гипс вот на эту одел? Слушай, братан, ты странный какой-то. А как я кушать буду? Как я машину водить буду? Я же правча. А-а-а, ну да. А как ты борцовки с гипсом будешь снимать, а? На этот случай у меня своя стратегия. Я их не буду снимать. А-а-а! Вот ты красавчик, Томик, в натуре всё продумал, да? Слушай, а правда говорят, что когда рука в гипсе, то это удар сильнее? Нет, я не знаю, давай попробуем. Давай? Давай. Чувак! Такой же! Малабульство это всё в натуре. Давай тренироваться. Давай. Как говорит наш тренер, любишь бороться, люби и гипс носить. А? Смотри, аккуратно, оно у меня очень опасно. А-а-а, 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 Белл Гибсон, ты... Э-а, Белл Гибсон, посадим. Ешь, молодёжь! Привет, Соска! Отличные буфера. Чё, покатили ко мне, а? Повторите коктейль, пожалуйста. Кхе-кхе. Вот твои 20 процентов. Иди вон туда, там тоже тюнки подкатив. У меня очень дорогой коктейль. Давай-давай, и будь самим собой! Внимание! Внимание! Все сюда! Я иду заниматься сексом! Слышишь, я иду заниматься сексом! Лика, ты что, с ума сошла? Ой, Ксюша, а то ты не знаешь, что нас в общаге любят распускать слухи. Такого, она говорит, просто ужас. А так я расскажу, как всё на самом деле будет. Я повторяю, я иду заниматься сексом! Обычным сексом! С Мишей! Лика! Ни с Колей, ни с Андреем, ни со всеми сразу, а с Мишей! И мы не только что познакомились! Всем привет! С вами Макс и Генневич из группы Мега Респект! Вчера я посмотрел классный фильмак про вампиров. А мне, матушка, не разрешают смотреть фильмы про вампиров. Потому что говорят, что это хрената. Так вот, по этому поводу мы решили снять трешевый клипак про вампиров. Смотрите внимательно, в этом клипе мы будем пить кровь. Генневич, ты взял кетчуп? Макс, у нас дома нет кетчупа, у нас есть только замороженная клубника, мясо и горчица. Блин, Генневич, и как ты будешь пить кровь? Ну, я мясо взял, только оно пока что-то не разморозилось. Генневич, а ты не мог его на батарею положить? Не мог, у вас там полотенце сушатся и носки. Ты меня задрял. Ладно, Генневич, смотри, после припева, когда я буду пить кровь, ты будешь шипеть, как вампир. Запомнил? Да. Окей. Восьмой альбом, пятый трек. Песня про вампиров. Поехали. Завели свою шарманку. Сейчас начнут. Рот порой. Дед, полить, не кури. Ну что, он глупый? Быть вампиром офигенно. И очень круто. У них есть клыки и другие атрибуты. Вампиры не болеют, они здоровы всегда. Их не мучают с давлением, как моего деда. Девчонки любят вампиров, а они пьют кровь. И мы выпьем кровь, чтобы получить всеми хною любое. Валюш, подожди-ка. Макс, ты что? Ты что, совсем из ума, что ли, вышел-то? Ты что кетчуп-то пьешь? Мам, мы клепах снимаем про вампиров. Какой клепах? Ты про гастрит, что ли, забыл? Ты вот так, макароны, этот кетчуп плюкаешь, как ненормальный. А то теперь из горла еще пьет. Пай, ты представляешь, что ты застраниц шипит? Макс, я сейчас забыл, когда мне надо шипеть, как вампир. Кетчуп. Геннадж, ты дебил. После припела. Геннадж, ты меня достал. Сам ничего не можешь вообще. Ладно, давай свое мясо. Пойдем положим его на батарею, а потом клепах переснимем. На паблику ездил, обоих купил. Слушай, Стэлла, хватит за мной ходить. Я тебе клянусь, это не я сделал. А кто еще? Я после той вечеринки только тебя помню. Ах, тоже так стенки отворачивался. А? Слушай, парень, угомонись свою мать. Даешь молодежь. Хай, Данила. Хай, Герман. Хай. Данила, у меня для тебя с ног сшибательная новость. Ой, неужели Кира Пластинина сшила хорошую вещь? Нет, нет, нет. Нас пригласили на открытие фестиваля The World Fashion Industrial Mood. Да-да-да, мы пройдемся по красной ковровой дорожке. О, май, Гарбл, Герман. Ес, 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 ес. Дээм, Герман. А на чем мы подъедем к этой красной ковровой дорожке? Да, ты прав, Данила. Мы должны шокировать публику. Может быть, подъедем на твоем новом Бьюике с открытым верхом? Герман, какой он новый? Ему уже месяц. Мне даже стыдно на нем показываться. Тем более, Валентия у меня его забрала. О, май, Гарбл. Герман, у меня есть идея. Данила, ну что там? Ну не томи, Данила. Герман, это просто монстр. 500 лошадиных сил, цвет оранжевый. И когда ты едешь на нем по Москве, то все уступают тебе дорогу. Ну, ты готов? Да. Та-да! Ну? Ну, Герман, ну? Ну? Данила, ты что, крейзи? Ты хочешь, чтобы мы поехали на World Fashion Industrial Mood вот на этом? Вот именно. Герман, ну подумай. В этом кузове может поместиться практически вся твоя косметика. Ну или 50 секси-бэйб. О, я могу взять с собой половину своих девчонок. Подожди, а кто это там в кабине? Кто это? Это Сан Саныч. Сан Саныч, hi! Сан Саныч за 100 евро водит машину, потом носит за мной практически все мои шмотки и делает массаж. Really? Really? 100 евро в час это не так уж и много. 100 евро в день? Да? Really? Сан Саныч, вы просто наше спасение. Сан Саныч. Данила, мы всех шокируем. Так, я поеду на World Fashion Industrial Mood вот здесь со своей секси-бэйбой. О, мой гад! Ну что, поехали, Сан Саныч. Мы едем на World Fashion Industrial Mood! У-ху-ху-ху-ху-ху-ху! У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В новостях сказали, что на Марсе нашли воду. Это очень далеко. Кекс, у нас нет выбора. Надо двигать на Марс. Пойдем. О, смотри. Кекс, ты нашел воду. Раз я нашел воду, значит, мы уже на Марсе. Ого. Ты уверен? Конечно. На Марс не ступала нога человека. Посмотри. Вокруг столько грязи и пыли, но здесь явно никто не живет. Круто. Мы на Марсе. Подожди, Кекс, что-то мы как-то быстро добрались до Марса. Все просто. Мы попали в петлю измерений и вышли через временной континуум, и все. Это как тогда, на вокзале, когда мы шли в мужской туалет, а попали в женский. Я тебе говорил, наша бабушка марсианка, а ты мне не верил. Что она тут делает? Ну, раз на Марсе нашли воду, она хочет поставить счетчики для экономии. Блин, Кекс, подожди. Ну что, теперь каждый раз, когда мы захотим попить, нам надо будет переться на Марс? Ну да. Но это быстрее, чем попасть на кухню. Слушай, у тебя глаза красные. Ну мы же на красной планете. Привет. Ксюш, ну ты опять опоздала. Ну естественно, я же девушка. Хорошо, что вы недалеко от берега отплыли. Успела нагнать. Тихо, тихо, тихо. Данила, дэм, мы уже опаздываем на World Fashion Industrial Mood. Ну Герман, ну я просто не могу найти свои джинсы. Данила, а зачем надо было все свои вещи скидывать в этот кузов, а? Герман, а куда их должен был деть? Вообще-то меня из дома выгнала Валентия. Она мне сказала, что я с ней провожу меньше времени, чем с Сан Санычем. Ну все правильно, она же не умеет делать такой шикарный массаж. Ну я ей так и сказал. Мой гармл, Данила, смотри-ка, а? Джорджо Баджо собрался подъехать к красной ковровой дорожке на милицейской машине. Бонжорно. Боюсь, это сделаете вы, а не я. Так, так, господа, вы арестованы за угон автотранспортного средства владельца Георгия... Как его? Бадуева. Он хотел сказать Джорджо Баджо, там опечатка. Что? На каком основании? А вот документы на эту машину. Я поменял их в интернете на фотографию голой Лады Дэнс. Ах, Сан Саныч, так вот откуда у тебя в кабине эта фотография. Поэтому я поеду на ней к красной ковровой дорожке. Ари Ведерти, лузеры! Данила, как ты мог угнать машину, а? Так, да. Сан Саныч, мы любим вас! Мы будем скучать, Сан Саныч! Аплодис!